Купола Никольского храма, особенно в такую солнечную погоду, видны даже с того далекого берега. Жители Мещерки уже отмечают красоту, восстанавливающуюся храма. Сегодня церковь обретает еще и голос. Мы освящаем святые компаны, которые будут призывать людей на молитву. Малиный звон колоколов будет ласкать слух нижегородцев и гостей нашего города. Чтобы сердце наше было чисто, сокрушенно и смиренно. Чин освящения колоколов для Никольского домового храма при Манеже проводит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. На торжественной службе присутствует губернатор региона Глеб Никитин. Он высоко оценил те работы, которые сейчас проводятся в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, которые, напомним, будут отмечаться в 2021 году, а именно воссоздание исторических храмов Кремля. Когда-то территорию Нижегородского Кремля прошало пять храмов. Это был, на самом деле, какой-то центр, храмовый центр, храмовый комплекс. Но практически все эти храмы были снесены, уничтожены во времена богоморчества. И сейчас мы восстанавливаем эти святыни, чтобы опять Кремль обрел свой православный христианский статус. Нижегородцы и гости города за торжественной службой наблюдают с воодушевлением. Это очень хорошо, что восстанавливается наследие, возрождается православный. Очень нам это нравится. В общей сложности звонница Никольской церкви будет состоять из десяти колоколов. Самый большой из них весом почти в полтонны. И вот разрушает тишину этого теплого сентябрьского дня. По территории Кремля разносится колокольный перезвон. Наталья Лисова, Николай Прохоров. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok